Турки называли его Белый Генерал. Зачастую перед сражением он облачался в белый мундир и уезжал на первую линию на белом коне. На французском он говорил так же свободно, как на родном, а помимо этого еще знал восемь языков. Генерал Михаил Скобелев. У нас в гостях историки Андрей Шолохов и Евгений Мизинцев. Андрей Шолохов. Выпускник редакционно-издательского факультета Московского государственного университета печати и отделения журналистики военного университета. С 1994 года главный редактор общевузовской российской газеты «Вузовский вестик» и альманаха «Высшая школа XXI века». Полковник запаса, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Автор книг и публикаций о генерале Михаиле Скобелеве. Евгений Мизинцев. Выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор монографии «Война России с Наполеоновской Францией в 1805 году» и «Русский флот на Тихом Аттане в конце XIII – начале XIX веков». Итак, «Семья». Пойдем по простому шаблону, от простого сложного, скажем так. Ну, семья. Надо коснуться вообще, видимо, рода Скобелевых. Есть предание, что род пошел от сержанта Никиты Скобелева, или некоторые говорили, что фамилия была Кобелев. Этот сержант, вот у него родился сын Иван Никитич, который из простых солдат дослужился до генерала, участвовал в Великой Отечественной войне, был старшим адъютантом фельдмаршала Кутузова, провожал его в последний путь, и этот генерал Скобелев, первый из трех генералов, он завершил свой путь комендантом Петропавловской крепости, потому что лишился пальцев на одной руке, и на второй оставалось у него два или три пальца только. Даже диктовал он как-то свой приказ, на барабане сидя, что вот о двух пальцах он будет продолжать служить отечеству и царю, и так он и продолжал служить. Царь его оставил, несмотря на то, что он стал инвалидом. В Петропавловской крепости в комендантском доме родился внук его, наш знаменитый Михаил Дмитриевич Скобелев. Но отец Дмитрий Никитич Скобелев тоже стал генералом, очень известным. И вот, выйдя из простых людей, род этот стал уже к Дмитрию и к Михаилу очень богатым. Пророднился самыми видными семействами России. – Будущая супруга из рода Гагарина. – Из рода императрицы, по-моему. – Дядя, граф Адлерберг, был министром двора Александра II. Дядя-то он был женат на сестре матери Скобелева. Одна была замужем за князем Белосельским-Белозерским, другая за графом Шереметьевым, третья за князем Романовским, герцогом Лехтенбергским. – Он происходил и был сыном дочери Николая I, Марии. То есть самые широкие связи при дворе у этого рода были. – Причем аристократические связи. – Аристократические связи. – И капитал этого семейства тоже был миллионный. Как мы потом узнаем, эти миллионы шли и на политическую деятельность. И мать Скобелева увозила в Болгарию миллион золотых рублей из Скобелева. Продавал ценные бумаги, хотел пустить на политическую деятельность миллион. Но эти миллионы при загадочных обстоятельствах пропали. К вопросу о свойствах психологии Скобелева и какие черты в детстве заложились у него еще. Вот это вот простое происхождение его предков, прадеда и деда. То, что прадед его был отставной сержантом из крестьян-ододворцев Ивана Скобелева. Кстати, участвовал в суворских походах и даже по некоторым данным в альпийском походе, итальянском суворова. Поскольку он до сержанта только заслужился, то его прадед тоже начинал с солдатских чинов. И он писал под псевдонимом «русский инвалид» о подвигах русских солдат. Он собирал, поскольку сам из простого народа был, и потом только офицер, генерал отслужился. Он много рассказов писал о подвигах Великой Отечественной войны 19-го года, военно-наполеоновских войн. И вот эти вот потом свои рассказы, когда он был маленький еще, Миша Скобелев, до 6 лет. Только 6 лет умер как раз его дед. Он ему рассказывал все. То, что он писал газеты, так эти подвиги собирал. И у него вот это с детства уже заложилась эта черта, вот эта любовь к простому русскому солдату, которая так проявилась потом в Средней Азии и во время русско-турецкой войны. Поэтому как раз это происхождение простое. И рассказы деда о подвигах простых людей, которые вышли из народа, простых солдат, они определили эту черту очень важную. Когда он говорил, что солдат, как и по этому Суворову, что он часто дороже мне самого себя, что солдат должен быть сознательный и прочее. И вот это вот с детства у него проявилось уже. Когда Скобелева сравнивают с Суворовым, говорят, что полководец Суворову равный. Я думаю, что равный он прежде всего не в тех победах, которые одерживал Суворов, а в отношении к солдату. У Скобелева осталось очень много высказываний о солдате. Это можно было бы даже собрать в отдельную книжку. По-моему, это было либо при похоронах, это либо на памятнике надпись была Суворову равный, или на венок какой-то. Это адрес от генерального штаба. Да, адрес. Посмертный, к сожалению. Так что очень много интересных высказываний о простом солдате. Более того, есть эпизоды, когда Скобелев, допустим, идет в Средней Азии пешком в солдатском строю, видит, что солдат впереди очень устал, говорит, давай, братишка, поднесу ружье. Берет у него винтовку и несет винтовку. Солдат, конечно, в трансе, что генерал берет у него ружье и с благодарностью сразу возвращаются у него и силы, и отношение у всех войск, подчиненных Скобелю, сразу поднималось. Также он, скажем, очень заботился об одежде своих солдат. Более того, одевал порой за свой счет. Да, личные деньги. Он на личные деньги купил полушубки, на деньги свои и отца полушубки для своих солдат. Писал перед тем, как подниматься в горы, что командиры, мне подчиненные, должны прежде всего позаботиться об обуви и одежде солдата. Обмазать гусиным жиром ноги, не бараньим, а гусиным, потому что если солдат обморозит ноги, какой же он солдат? Были случаи, когда Скобелев подвозил на своей коляске, едущий тоже солдат. Был такой интересный эпизод, когда он увидел, что один солдат очень огорчен чем-то. Подошел, расспросил, узнал, что тот получил письмо, что потеряна корова, все там плохо обстоит дома. И он дал ему 50 рублей, говорит, отошли и мне принеси квитанцию, что околи своим помощью. Вот такие эпизоды характеризуют этого военачальника, как настоящего народного командира. В дворянских семьях, особенно служивых дворян того времени, насколько естественным было продолжение занятий мальчиком, вот именно военной карьерой? Или все-таки были альтернативы, но он выбрал именно это? Альтернативы, конечно, были, но большая часть, может быть, дворянских семьях юношей выбирали военную карьеру. Скобелев уже сначала хотел выбрать гражданскую карьеру, как это ни странно. Он поступил на математический факультет университета, но там в университете начались волнения, и университет на какое-то время был закрыт. И тогда Скобелев развернулся на 180 градусов и поступил в Кольвергарду. Интересно, я... Ну, кстати, он же был довольно щуплый такой на вид, ну, как Суворов тоже, не богатырского роста совсем. И отец тоже считал, что по военной линии вряд ли он сможет это с таким внешностью и с такими данными физическими продвинуться. Я тоже сначала хотел в гражданскую службу, но потом вот это вот, с детства вот эти увлеченность военным делом и прочее, все-таки пересилили, и он после вот этих закрытия университета временного, он решил пойти в Кольвергарды, да, продолжить, так сказать, традицию служения Отечеству, значит, прадеда и своего отца. Можно здесь поподробнее, потому что у нас в голове сидит фраза Кольвергарда «век недолг», но реально, что было, что означало начать службу в Кольвергардах и учиться в корпусе с отечеством? Ну, Кольвергардах считался самым аристократическим полком русской армии. Это вот пошло еще с конца XVIII века, когда было как придворная охрана, телохранители, личные императора. И со знаменитого подвига «Превострелиться», когда там два эскадрона особенно отличились под начальством полковника, князя Репнина, вот, с тех пор эти традиции, они тщательно поддерживались полку. Ну, вот, правда, поскольку полк был сам аристократичный, там очень дорого обходился мундир, там все, то есть надо были большие средства, чтобы там служить. Это не как-то по карманам было. Я это читал воспоминания барона Маннергеева, в которых он описывает, как он за свой счет там это покупал, то покупал и все. А он был не из очень богатой семьи, поэтому это было накладно. Да, 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 к сожалению, да. Вот. Но зато был такой дух компаративный, да, что преданность, значит, престолу и Отечеству, что надо всегда быть первыми во всем отличаться. И Кобелев, он вообще человек очень увлеченный был. Все отмечали избыток энергии, прям бил ключом. Он шли что-то забрался, так всегда, кстати, по-русски, от всей души полностью выкладывался. Вот. И сходилось воспоминание, когда на каких-то маневрах, там, значит, когда он был кавалегардом, значит, надо было переправу через Неман выбрать. Вот. Все там что-то там строчили, там, вычисляли. Вот. А он просто сел на коня, когда подъехала комиссия, сказал, где вы будете переправляться. Он сказал, вот прямо здесь, прямо на коня, сходу с обрыва в реку, и тут, туда и обратно, быстро, на глазах, заявленная комиссия, переправился. Вот. И все были поражены, что он так быстро, ловко, и, главное, без всяких проблем, и конь был великолепно обучен. И сам он, вот, как один писал из его товарища, однокашников, что, он говорит, легко и малый, берет любые карьеры, барьеры на коне, там, прочее. Вот. То есть, он и в корпусе отличался, был в числе первых, и, так сказать, товарищи отмечали, что душа компании, он, так сказать, и любила повеселиться, но и очень серьезный человек был в то же время. То есть, не просто, как любили другие, любили, просто там, ну, вечеринки, там, попойки, все. Вот. По молодости у него тоже это все было, но он всегда очень много читал. Вот. У него книг всегда полно было. Вот. Он, поскольку знал вот 8 языков, да, французский особенно хорошо, вот, он все время заходил в книжный магазин, там, значит, в центральной улице, там, в Петербурге, и самый лучший магазин Вольфа, брал самые последние книги на иностранном языке, которые там по какой-то компании вышли, по войне, вот, и он всегда был в курсе событий. Многие еще даже, война только закончилась, еще многие не знали, там, ну, оценки, там, какие-то, разбор, а у него уже все были карты, там, все, товарищи объяснял, и очень любил всегда спорить, и, так сказать, других допускал, в отличие от, так сказать, некоторые, вот, любят сами свое мнение высказывать, а других не особенно слушают. Вот. Он бы тоже мог, так сказать, он был довольно человек выдающийся, и мог мнение других, ну, по таланту менее, не слушать. Но он был очень-то в этом плане такой человек воспитанный, он всегда выслушал, говорил, что в порах рождается истина, и всегда старался учитывать мнение других, если они на пользу дела шли. Вот. Значит, поэтому вот в Ковальергардах, хотя служба была, там, была такая тяжелая довольно, и часто и придворные всякие обязанности, они там, караулы во дворцы начали, но он, так сказать, тогда показался достойно и в Ковальергардах, и потом в Гродинском полку, в Гусарском, куда он перешел. Ну, а в генеральном штабе тут как раз это его стихия была, так что тут как раз он же был, ум полководца как раз проявлялся, когда надо было все это общие ситуации, стратегическое оценивать при разборе, там, войн, кампании и прочее. Когда мы говорим уже о его обучении в Академии Генерального штаба, то вот этот период, как попадали из армии, скорее всего, из действующей все-таки армии, попадали в Академию Генерального штаба. Я понимаю, что связи у него были хорошие, я понимаю, что его знали, но это еще не все. Тогда ведь Академия Генерального штаба, это несколько десятков человек, это очень узкое достаточно, я бы сказал, сверхэлитное учебное заведение Российской империи было. Вот как попадали, так и попадали, как вот переправу через Неман он организовал, так, а генерал Легер... Это тот, который потом помогал ему все время, да? Да, он посоветовал, что такому офицеру как раз и учиться в Академии Генерального штаба. И в 23 года, в 1866 году он поступил в это элитное учебное заведение. Учился теоретически, может быть, не в самых первых рядах он был, но на практике всегда, так сказать, показывал самые лучшие свои качества. И вот, получаясь три года в этой Академии Генерального штаба, он был направлен в Туркестан. В Туркестан он за свою жизнь попадал несколько раз, так сказать, об этом мы еще поговорим. Ну, сразу ознакомился с этими тяжелыми условиями Туркестана, это нынешняя Средняя Азия практически. Там он побывал и в Красноводске, потом на Кавказе после Академии Генштаба, потом в Московском округе был. Ну, в 1973 году попал снова в Туркестан, уже участвовал во взятии Хилы. Ну, в первых же сражениях он отличился, насколько я помню, достаточно такое, проявив инициативу, взяв на себя фактически некоторые функции, в составе авангарда он успешно действовал в Хивинском походе. Да, 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 так он первым ворвался там во главе авангарда, это Хил, вот, это монгосклавский отряд так называемый, вот, он шел в авангарде, там, тоже, ну, безводные пустыни, пески там, многие выбивались из сил, там, вот, он всех ободрял, значит, сказал, что ребята еще немного, в итоге они все там дошли практически без особых потерь, вот, и он в числе первых ворвался, как раз, там пробили артиллерии брешь в стене Хивы, значит, и он в числе первых ворвался, и тем, собственно, решил судьбу всего штурма, следом остальные, Хива пала, хан бежал еще перед штурмом, вот, потом, правда, вернулся, когда пообещали ему, что, так сказать, прощение, и что он опять как вассал уже русского царя будет править, вот. Вот, и вот в этом же первом же таком крупном бою, да, при взятии Хивы, он уже положил начало той популярности, которая потом и любви солдат к нему, и боевых офицеров настоящих, непридворных, которые ему завидовали, там, и шептались подумать, каких-то халатников, там, этих слабо вооруженных, там, и осталось феодальное государство, там, Хива, Бухару, вот. Вот, а те, кто боевые офицеры были, это все с ничтосными силами делалось, отряды-то были небольшие, там, 2-3 тысячи человек часто, вот, а те, кто были, конечно, отсталые по вооружению, но у них были армии, там, по 20-30-40 тысяч, у каканцев, там, бухарцев, вот, так что тут не так просто было, на самом деле, все, тем более природные условия тяжелые, вот, эти пустыни, отсутствие воды часто, вот, тем не менее, вот, Скобелев и ряд других офицеров настоящих боевых, они показали, что и в тех условиях, при надлежащем руководстве, знаменитым русским солдатам, которые, для которого, как говорил Суворов, сейчас спасибо, часто и дороже всего, вот, что можно делать чудеса и, действительно, самые великие подвиги совершать. Еще Скобелев очень хорошо относился к пленным, говорил, что, если ты пока сражаешься, солдат, сражайся до конца, смело и победил. Пробеждая противника. А если противник запросил Омана, запросил, попадает в плен, то делись с ним всем, что у тебя есть. Так он призывал и так и поступал в Средней Азии. Поэтому, вот, очень важно, предваряя дальнейший разговор о Средней Азии, потому что процесс присоединения Средней Азии был сложный, тяжелый, хотя и прогрессивный, потому что были освобождены рабы, много русских, славян было. Стали строиться там дороги, больницы в Российской империи. Средняя Азия вошла в Российскую империю с более высокой культурой. Все это понятно, но, кроме того, царское правительство всех завоеванных ханов, их приближенных, приглашало к себе в Петербург, награждало и назад отправляло на свои места править дальше. И лорд Керзан, представитель Британской империи, удивленно писал, что, дескать, вот, Российская империя, в отличие от Британской, умеет колонизировать мягко в интересах и тех народов, которые она присоединяет. Этому британцам надо поучиться, отмечал он. Вот эта гуманность особенно поразительна, потому что эти были очень жестоко относились к нашим пленам в Средней Азии. Вот, они там их и пытали, кожу сдирали, голову резали и прочее. Да, тут из-за картины Верещагина, это же то же самое время, когда на коль их голову висят и виды, что... Да, и пирамиды, и сотрезанный голову, там, русский солдат, все. Вот, тем не менее, он все равно говорил, пока, значит, противник дерется, там, еще бей беспощадно. Но что он остался в плен, он сказал, пленать его же друг и брат, сам не доешь, а пленному накорми. Да, он точнее, да. Такая величия, величия души, да, рыцарский характер настоящего человека. Ну, скорее всего, это была вот последняя война, которая велась... Это турко-турецкая, но началось это в Средней Азии еще, да. Ну, в Средней Азии началось. Турки-тоти, кстати, жестоко очень, тоже зверство творили над нашими пленными. И все равно он говорил, что пленный, это уже друг и брат, да. Тут появилось настоящее величие души вот этого человека, который понимал, что даже если противник ведется недостойно, нельзя уподобляться ему и лучше проявлять благородство и гуманное отношение противника. Я знаю, что во время вот этого первого похода уже какие-то сложились отношения у Верещагина с... Да, у них с самого начала уже такие искренне дружеские отношения сложились между великим художником и вот этим великим полководцем. Вот, и Верещагин часто сюжет для своих картин брал как раз из боев и побед Скобелева, а всякие детали, значит, чтобы там он тоже там в бой, как происходят все эти перипетии, вот. Ему Скобелев рассказывал, чтобы пояснял, как вот лучше изобразить это прочее. Поэтому это, в общем, было продотворное сотрудничество. И вот благодаря Верещагину, кстати, мы многие вот эти сюжеты о скобелевских походах в Средней Азии остались в нашей памяти благодаря картине Верещагина. Это вот как раз очень интересно. И еще такой вопрос. Как Петербург, Центральная Россия узнавала о том, что происходило вот в Средней Азии? Уже работали какие-то журналисты там? Или как сообщения попадали в метрополию? Ну, во-первых, там этот Каупфан, губернатор, значит, высшие начальники, которые с Скобелевым стояли, они посылали, естественно, там боевые реализации, донесения. Вот. Журналисты там тоже были уже тогда военные корреспонденты. Но как раз вот и в реализациях, особенно в донесениях корреспондентов, часто искажалась роль Скобелева, поскольку многим более старшестачным начальникам, но менее талантливым, как-то было не очень приятно, что этот энергичный молодой офицер, как бы их задвигает своими подвигами в тени. Вроде бы получается, что он лучше, что ли, дерется и более, так сказать, умело, чем они, старшие позвания, которые хотя бы они должны были, по идее, так действовать. И из-за этого вот возникали интриги. Уже тогда в Средней Азии началась зависть определенная. Говорили, что что это за победы? Ну, кого он там разбивает? Халатников, как тогда пренебрительно называли вот эти войска. Хивинские, Каоканские и прочее. Но, как я говорил уже, что на самом деле это не так просто было. Силы-то больше небольшие при покорении Средней Азии. Поэтому, и еще вот, что надо отметить. Скобелева часто подводил его очень прямой характер, откровенный. Он никогда не умел льстить, что-то скрывать. Он говорил то, что у него было на уме. Если он видел своего человека бездарный, какой-то генерал и прочее, он часто, ну, может, не в глаза, но в компанию он так часто и говорил. А это обычно находились доброжелатели, которые тут же доносили, что, а вот про вас Кобелев сказал то-то, то-то, то-то. И они, естественно, уже начинали относиться к нему, сказать, неприязненно. И в своих сообщениях Петербург старались его черных красных изображать. Он, кстати, очень страдал за это, что вот его так несправедливо часто задвигали, не давали ему продвигаться, сказать, его карьеру, значит, сломали на часто военную. Ну, вот это черта характера уже тут, сказать, откровенность его, искренность. Слава уже начала пробиваться. Слава уже, да, работала уже на него. Да, вот эти первые успехи его, первые подвиги фактически. Во-первых, он был награжден, по-моему, золотой саблей. Да, да. Три раза. Три раза. И в том числе вот и первый раз как раз в Средней Азии был награжден. Но надо сказать, что он уж не такой был белый и пушистый, хотя белый генерал, потому что любил появляться в сражениях на белом коне и в белом мундире, но был очень вспыльчив и не выдержан. Вот, допустим, под его, и он там в двух дуэлях участвовал. Там никого не убили, слава богу, но тем не менее донесения вот в Петербург шли. И, кроме того, любил очень вести вольные разговоры и по правительственным делам, и любил к себе приближать простых офицеров, а знатных семейств старался держаться по воду. И они тоже жаловались царю. И, надо сказать, конечно, задвигать-то его одной рукой царь задвигал, но другой и продвигал. Потому что, как мы уже говорили, дядя граф Адлельберг, министр двора, ближайший человек к царю, очень хлопотал за своего племянника. И было за что хлопотать. Как мы говорили, Скобелев очень многого стоил в сражениях. Что касается хивы, ну вот она закончилась из хивы, из этой нашей длиннобитной хивы, в которой мне студентам довелось побывать. Она и в советское время такой же длиннобитной оставалась. Скобелев попал в Париж. Уехал в Париж, в отпуск, оттуда, в Испанию, где сражались королевцы. Шла гражданская война, так называемая между сторонниками Дона Карлоса и другими, так сказать. И там он делал заметки, смотрел, как эта война шла, и в горных условиях, и все. Париж же он просто любил. Он имел там дом. Он пять лет учился у него в пансионе Жарарде. И это, заметьте, очень важная деталь в свете других загадочных явлений в судьбе Скобелю. Она будет проявляться, связь его с Францией. Вот в частности, он не только был знаком с Жарарде, но был знаком потом и с премьер-министром Франции Гамбеттой. Гамбеттой, Леоном Гамбеттой, очень знаменитым человеком, тоже выступавшим, как и Скобелю, за сильную Россию патриотическую, а Гамбеттой выступал за сильную Францию. И этим он очень не нравился радикальным элементам, которые, возможно, его и погубили. Он погиб тоже при загадочных обстоятельствах через несколько месяцев после Скобелю, при чистке охотничьего ружья с любовницей. Ружью неожиданно выстрелил, и Гамбетта погиб. А связь вот эта с Францией сказалась, видим мы, идя последовательно потом к этому, вернемся в двух речах Скобелю. Во-первых, речь была в 1982 году в январе перед сослуживцами в годовщину взятия Геок-ТП, очень интересная, и потом речь в Париже перед сербскими студентами. Эти две речи наделали шуму, и многие положения этих речей очень актуальны и в наше время. Я хотел просто добавить, что вот эта неприязнь к немцам и любовь к французам еще в детстве поделились с двумя гувернерами, которые по-разному к нему возносились. Первый был гувернер немец, который в худшем духе прусской мустры он применял розги под затыльники, вместо убеждения, мальчик-то был способный, он только грубые физические методы воздействия. И он платил ему тоже такой же неприязнь. А потом, после Сан-Стефанского мира, он еще и политически подкрепился под оплеку, что немцы это соперники России, Бисмарк, что они отобрали больше половины побед над турками. Еще больше неприязнь к немцам укрепилась Германия. А следующий гувернер, в 6 до 19 лет, который это Жерарден, он наоборот очень либерально относился, значит, убеждениями там с ним, беседовал, спорил, и у него как раз о французе более такое лешное мнение сложилось, которое политически потом подкрепилось вот с этими визитами в Париф, что он часто туда ездил, и что она более такая, по сравнению с Германией, Казерберген, там такие деспотические немецкие порядки, там все, а Франция страна либеральная, такой буржуазных свобод и прочее. Он довольно широкий был взглядов, то есть он допускал, что можно человек интересенному, он мог с ним поговорить, что даже он был совершенно предположим взглядом, пообщаться с ним. Но он имел всегда перед собой четкую цель, это благо России. Да. И исходя из этого, если он считал, что этот человек для блага России может пригодиться, он вполне мог покинуть с ним контакт, если он даже, может быть, по своим взглядам, был как-то сильно отличался от его, допустим. Ну, известно, что Немирович Данченко так записал идеалы Скобелева, что это любовь к отечеству, свобода, наука и славянство. Василий Немирович Данченко, русский писатель, журналист, брат Владимира Ивановича Немировича Данченко, режиссера и драматурга. Василий Немирович Данченко учился в кадетском корпусе и был военным корреспондентом во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, русско-японской войны и Первой мировой войны. Василий Немирович Немирович Данченко автор нескольких военных романов. Скобелев, конечно, был не просто генералом, но и общественно-политическим деятелем. Ну, я бы не сказал, что война, она известна, что это политика другими средствами, поэтому, когда говорят, генералы не занимаются политикой, это неверно. Они все занимаются политикой по-разному. Но Скобелев занимался еще и общественно-политической деятельностью. Ну, касательно французских пристрастий, я хотел бы тут такую ремарку сделать, что, конечно, он называл, что главный враг славянства немцы, и в этом, казалось, предугадал две мировых войны, но я бы сказал, что все-таки большой глубины политических воззрений Скобелев, пожалуй, не просматривается, потому что само то, что мы пошли во времена Александра Третьего на союз с Францией, отошли от союза трех императоров, Россия, Германия и Австро-Венгерия, это привело, в конце концов, к созданию в перспективе Антанты, их Первой мировой войны. То есть были мощные третьи силы, которые как раз и стравливали славян с немцами. И в перспективе, из нашего сегодняшнего, далека, я бы сказал, что Скобелев в чем-то ошибался, называя главным врагом славянцев немцев. Как раз союз России с Германией, он составляет и составлял основу стабильности в Европе. Так мне кажется. Скобелев в принципе был фигурой противоречивой, но то, что он обострял вот эти все проблемы, то, что он вынужден был даже не просто их решать, а с ними сталкивался каждый раз. И те действия, которые он проводил, и так, как он себя вел, даже, насколько я слышал, он приглашал, это было, по-моему, во время Друзии, турецкой войны уже на Балканах, он приглашал журналистов из иностранных газет, которые сопровождали его, и описывали то, что он делал. Кстати, это способствовало только укреплению его славы, и в том числе славы в Европе. В этом смысле он был достаточно честолюбивым человеком, но, с другой стороны, это помогало ему утверждаться или делать карьеру, как бы сейчас сказали. Но здесь дело не только о карьере. Вот тут мы возвращаемся к тем тезисам, к тем идеям, которые он выдвигал, говорил, да, они, может быть, были спорны, но, тем не менее, они были очень неудобны. И, кстати, вот эти две загадочные встречи с Александром Третьим, которые произошли в свое время, но о них ничего не было известно, и отношение к Скобелю, что изменилось, но стало более спокойным со стороны императора. Ведь когда он пришел к власти, в результате гибели Александра Второго, убитого народовольцами, народовольцами, да, он очень осторожно относился к Скобелю, но вот эти вот встречи, они изменили отношения, и это тоже интересный факт, к сожалению, мы ничего не можем сказать. 1 марта по старому стилю, 13 марта по новому, 1881 года, в 3 часа 35 минут по полудне, в Зимнем дворце скончался Александр Второй. Причиной смерти было ранение, полученное императором, на набережной Екатерининского канала Петербурга, около 2 часов 25 минут по полудне в тот же день от взрыва бомбы, второй в ходе покушения. Под ноги царя ее бросил на родоволец Игнатий Гриневицкий, при этом погиб и сам. 4 марта тело Александра Второго было перенесено в придворный собор Зимнего дворца. 7 марта торжественно перенесено в Петропавловский собор Петербурга. Отпевание 15 марта возглавлял митрополит Санкт-Петербургский Исидор Никольский. Конечно, Александр Второй тоже относился к Кобелеву неровно. Иногда тоже его принимал очень напряженно, так сказать, по-всякому было. А Александр Третий действительно первый раз встреча была как бы в отрицательном ключе прошла. А вторая, перед этой встречей Победоносцев, наставник Александр Третий, написал письмо императору, что надо к Кобелеву отнестись по-дружески. Он фигура очень интересная на сегодняшнем небосклоне, военно-политическом. На нем разные силы пытаются играть, и вы, встретив его, привлеките его на свою сторону. И император это сделал. Но более того, Кобелев вышел от него веселым и довольным по воспоминаниям дежурившего генерала. Это не случайно, ведь царь в чем-то разделял взгляды Кобелеву. Он стал ратовать за порядок в России, стал даже внешним видом поднимать русское самосознание, за которое ратовал тоже Кобелев. И вот эта русская струнка, которую Александр Третий постоянно, так сказать, затрагивал, она не могла не найти отлик с Кобелеву, который все время говорил, что беда нашей страны это вот в пришибленности русского самосознания, которое и нужно поднимать. И то, что царство Александра Третий дало покой России, вот, видимо, как раз одна из причин в том, что правильный ракурс был взят. То, что касается вот либерал Скобелев или не либерал, я бы все-таки не стал однозначное суждение выносить. Он был человеком противоречимым. Тем более и либералы, и консерваторы. Надо смотреть, в чем человек либерал, в чем консерватор. Вот друг Скобелева и соратник, издатель Руси, Иван Аксаков. Кто он? Либерал или консерватор? По мне, так он, может быть, и либерал, хотя и славянофил, но который искал путь к свободе России другими путями, чем ярые западники, так сказать, традиционными путями. Поэтому так категорично судить. Вот Скобелев, на мой взгляд, и переплелись. И отвага, и честолюбие, доходившие до авантюризма. Любовь к славянам и бонапартизм. Либерализм и консерватизм. И консерватизм. Русский бонапарт. Русский бонапарт. Так в этом есть. Его минским бонапартом называют. Потому что корпус его в конце жизни стоял в Минске. Минский кортиканец называли. В общем, в Скобелеве даже переплелись патриотизм и доля европейского космополитизма. Он любил Европу, любил Францию. Человека с таким образованием трудно назвать. Нет, но я бы сказал так, что вообще дворянство-то наше. Вот взять в Отечественную войну 12-го года. Все говорило на французском языке. А когда стало дело до защиты Отечества, все стали пламенными патриотами. Поэтому в верхних слоях тогдашней России вот сочетание... Мы как-то привыкли в советское время разделять намертво и космополитизм с патриотизмом. Но, на мой взгляд, не совсем это верно. Настоящий, развитый человек, он должен заботиться и обо всем мире, но в первую очередь о своем Отечестве. Вот таким человеком широких взглядов и был в Скобелеве. Я предлагаю сделать так. Сейчас мы немножко обойдем его выдающуюся роль в русско-турецкой войне. То есть и взятие Плевны. То, что он первый прорвался в город, но, к сожалению, вынужден был отступить. Но если бы его поддержали правильно, то Плевна пала бы еще тогда. Его обход Шиппинского перевала и знаменитое сражение, которое закончило, фактически решило вопрос Шиппко и спасло русскую армию. И то, что он вышел к Стану Стефану, там очень много можно говорить об этом. Я хочу это отложить, может быть, на финал нашей программы, а сейчас поговорить о следующем. Скобелев так получилось, что слава все-таки опережала его. И то, что он пользовался огромной популярностью, ревновало многих. Давайте поговорим о следующем. Есть версии, что он все-таки был убит. Вот это отравлен, да? Отравлен, да. Что официально он скончался от сердечного приступа в каком-то номере, когда он посещал девицу легкого поведения. У Кассини, Санглия, на углу Петровки и Столешникова. Да, на поле известного 40-го гастронома, да. Вот именно в этом доме. Естественно, слухи поползли. Но доказать что-то о правилах очень трудно. Это же, понимаете, могилу вскрывать надо. И современный метод можно что-то? Вообще-то можно, наверное, да. Но это как бы другой вопрос. Я хотел бы поговорить о следующем. Почему он вызывал ненависть? Кто были его враги? Потому что если слухи ходили, что недоброжелатели его уморили, то такую фигуру устранить, это должны быть серьезные мотивы. Ну, я сказал бы, что тут существует две основных версии. Но я бы и третью потом сейчас тоже озвучу. Первая версия, которую особенно Немирович Данченко Василий Иванович придерживался, это то, что священная дружина, созданная после гибели Александра Второго, аристократическая организация, в которую входили приближенные царя, а может быть и сам царь, учитывая, что Скобелев постоянно претендовал на роль русского Бонапарта, могла, так сказать, его устранить от далека подальше. Священная дружина или добровольная охрана – конспиративная организация придворной аристократии в России в 1881-82 годах. Основана после покушения народовольцев на императора Александра Второго. Главные руководители – Павел Шувалов и Иларион Воронцов-Дашков. В борьбе с революционным движением священная дружина соперничала с государственной полицией. Участники священной дружины громили подпольные типографии и пытались организовать политический сыск. В ответ на убийство царя они планировали развязать белый террор, организовав убийство лидеров революционного движения. – Были такие встречи с Кобелевым, скажем, с Лорис Меликовым, бывшим при Александре Втором министром внутренних дел, когда Кобелев предлагал по воспоминаниям Лорис Меликова себя в аптекаре. Ему как политику говорил, что я ваш аптекарь, если надо, вы пропишите лекарство, а я исполню. – Ну, как военный переворот, да. И его другой генерал называл генералом от пронусумента, генералом от переворота как раз. Но я эту версию не считаю реальной, потому что больно уж большие были у него связи при дворе, да и время-то было не сталинское, когда могли убивать, так сказать, противников из-за угла. – Да и потом ситуация с декабристами при Скобеле вряд ли могла повториться. – Я думаю, что просто убить, чтобы придворные убили такого видного человека всеми корнями, входящего в элиту российского общества, в то время это быть, на мой взгляд… – Эта версия могла быть, кстати, и брошена. – Не могу. – Она очень логична. – Нет, брошена она была как раз Василием Ивановичем Немировичем Данчиком. Я скажу, почему потом. Вторая версия – это то, что Скобелева убили немецкие агенты. – Да, Бисмарк. – Бисмарк, потому как он объявлял, что главный враг славянства – это Германия, и пытался Россию переориентировать на Францию. И вот Шарлотта или Ванда, как ее поразил, Альтон Росс, который с ним обедал, как котка неизвестной национальности, но некоторые… – Ну, немка. – Да, но некоторые уточняют. Вот, допустим, генерал-лейтенант Николай Леонов в русском доме где-то год назад или два уточнял национальность этой, так сказать, Ванды. Ну, мы это ставим любителям посмотреть этот журнал, так сказать, потому что мы того, что нет доказательств, тут озвучивать, видимо, не будем. Но я бы выдвинул и третью версию, которая меня особо импонирует. Я сказал бы так, что Скобелев, на мой взгляд, был связан с масонством. И каким образом, какие тут имеются факты? Ну, допустим, у ближайший друг, который создавал ему славу, военный журналист и писатель Василий Иванович Немирович Данченко, известно, что был масоном, и тут имеется свидетельство писателя Амфитеатрова, который описывал, как того принимали в масонскую ложу, как он шпагой особо интересным гремел. И, конечно, потом мне удалось еще поработать в архиве литературы и искусства, в Гали, так называемом, там туда попал архив Немировича Данченко из Праги. Он умер в Праге в 1936 году, он попал туда. И там тоже вот эти вещи масонские, так сказать, просматриваются. Потом, видится мне, что были масонские связи у ближайшего друга тоже, Скобелева, Куропаткина, генерала Куропаткина, военного министра. Какие тут факты? Ну, хотя бы такой факт, что он остался в Советской России и дожил до 1925 года, никто его не репрессировал, хотя людей военных и просто богатых расстреливали очень даже запросто. Он работал учителем и директором чельской школы в Скобской губернии, и так благополучно умер. Кроме того, ведь вспомнить биографию Куропаткина, когда он участвовал в русско-японской войне, там прямо сыпались обвинения в предательстве каких-то российских интересов и в том, что он подставлял нашу армию. Хотя это вещь и недоказанная, спорная, потому что Скобелев в свое время о Куропатке не говорил так, что хороший он штабист, а командир-то плохой. Может быть, тут и все естественно было, но, скорее всего, все-таки были тут и связи вот такие Куропатки. Кроме того, вот как мы уже отмечали, связь Скобелева с премьер-министром Франции Леоном Гамбетой, она тоже о многом говорит. И вот Гамбета-то устранили те, кто не хотел соглашаться с сильной и патриотической Францией. Также и Скобелев могли устранить те радикалы в масонстве, и не только в масонстве, которые возражали против его позиции и ориентации на сильную Россию. Он, конечно, выступал за коррекцию России. Может быть, даже был сторонником конституционной монархии, хотя об этом прямых сведений нет. Но тем не менее, он был человеком православным, глубоко верующим и стремился, в общем-то, все преобразования в России проводить постепенно и только в интересах России. Ну, вот тот самый ключевой момент, когда русско-турецкая война завершилась, и когда мы стояли там в нескольких... Видно было уже Константинополь, да? Один рывок, и мы захватили проливы. Это вот очень было обидно для, тем более, такого человека, как Скобелев, потерять это. И этот период характеризуется некоторыми исследователями, наблюдателями, как тот, та точка, когда русский царь почувствовал, я имею в виду Александра Второго, вот то самое историческое одиночество России, которое, возможно, потом вылило знаменитую фразу, что... Так факт третьего, да. Да, и соответственно, что у нас нет союзников других, кроме какая наша армия и флот. И вот то, что делал, говорил генерал Скобелев, вот оно немножко опередило время. С одной стороны, а с другой стороны, такого мощного потока, который мог бы возглавить, общественного движения, за которым пошло бы и движение общественной мысли. Ведь вы правильно сказали, что, допустим, какие-то общественно-политические статьи, его выступления, они были интересными, но не глубокими. Тем не менее, за этим символом могли пойти люди, вот этот бонапартистский, скажем так, шлейф или лидерство. То есть он мог стать определенным лидером общественного мнения, кем он, собственно, и был, но не дошел до той точки, которую, может быть, себе наметил. И вот тут эту линию, так сказать, было необходимо оборвать. И этот мотив, эта тенденция, она и порождает определенные версии, которые, к сожалению, никто еще не опроверг. Хотя вот он и не был в полной мере либералом, тем более демократом не был, но он был настолько популярен именно в самых широких слоях русского общества, что если бы он встал во главе какого-то движения, направленного на какие-то реформы, там, во благо России, да, прогрессивные, то почти все русское общество его поддержало, безусловно. Настолько он был, это самое, популярен и среди простых солдат, и в народе, и среди интеллигенции и прочее. Так что, вот, противники, конечно, были в высших эшелонах власти, там, джиганы, завистники, а, по-моему, среди средних и низших слоях населения, наоборот, он очень пользуется большой популярностью. Еще это было время, когда журналистика российская вышла на новый уровень, и вот то общественное мнение, если можно вообще вот это говорить в России, оно питалось сообщениями, которые публиковались в газетах, а там, соответственно, ну, реляция это одно, а независимая журналистика, с которой Скобелев очень умело работал. Он создавал определенные условия военного корреспондента, что было впервые такое в практике русской армии, когда специальным распоряжением, вот, именно военных корреспондентов, в том числе и иностранных, Скобелев возил за собой, как вот, чуть ли не как свиту, я знаю об этом. И получается, что вот то новое подача военного лидера в общественное мнение, она сработала, а общество оказалось неготовым. В интеллигенции шла большая борьба, и Скобелев вот в своих речах политических известных как раз отмечал, что народ, это одно, перед самодержавным царем всегда в ответе, так сказать, а интеллигенция наша, к сожалению, порой антинационально выступает. И, конечно, не все интеллигенции бросал эти обвинения. Мы видим вокруг него тоже интеллигенция в лице Игоря Рещагина, Немирович Данченко и других была всегда собрана. Но, тем не менее, такие вот обвинения звучали. Они были не беспочвены, надо сказать. В речи перед сельскими студентами он прямо сказал, что чужестранец проник всюду, во всем его рука видна. И надо освобождаться от этого, так сказать, и в администрации царской, и на всех уровнях. И только тогда Россия пойдет нужными путями. А идеалы его, конечно, мы сейчас можем восстанавливать только по воспоминаниям окружающих его лиц. Я бы вот зачитал интересную цитату очень Василия Ивановича Немировича Данченко. Его идеалом, писал Немирович Жен, была великая свободная демократическая Россия, живущая сама всей полнотой жизни и дающая возможность жить другим. Россия, святая, соблюдающая интересы связанных с ней племен, Россия, для которой нет эллина, нет ее идеи, где все равны. И каждому, как бы он ни назывался одинаково, были бы открыты пути к счастью и вольному труду. Россия, как мощное тело, одноплеменная, одноязычная, окруженная автономией, опирающаяся на ее грозную врагам силу, свободно развивающимися племенами. Соединенные Штаты, Восточная Европа и Сибири, самоуправляющимися в общем союзе Эстонии, Латвии, Литвой, Украиной, Кавказом. Польша самостоятельная, но связанная с нами отсутствует таможенной границы. Вот к чему шел этот человек. Ну, я думаю, что это интересная цитата. И вот, продолжая, как бы немножко завершая эту мысль, хочу провести еще ссылку вам на журнал отечественной записки, который издавал Султыков Щедрин. Там после гибели Скобелева появилась очень интересная статья, где автор статьи в отечественных записках предполагал, что Скобелев, как политик, выступал не сам собой, а как будто кто-то толкал его сзади. Фатом, обстоятельства или чья-то невидимая рука, смотревшая на него, может быть, просто как на прекрасное историческое мясо, могущее послужить для временного воплощения народного духа и национальной идеи. Видите, какая резкая цитата, она высвечивающая некоторые грани общественно-политической жизни вот второй половины XIX века, и место в ней генерала. Я еще раз сказал бы, что генерал в политике всегда имеет некоторые слабости. И это мы можем просмотреть и на примере Скобелева, и на примере даже того же Наполеона, которому очень толерант, свободно, так сказать, и другие политики мощные руководили. Да, даже Тухачевского там этих сравнивали иногда. Да, ну сравнивали, можно сравнивать с некоторыми генералами и последнего времени. Вы упомянули, что вот семья давала большие деньги, в том числе на некую деятельность. Скобелева в том числе во время русско-турецкой войны. А куда шли вот эти большие средства? Или планировались, как я так понимаю? Планировались по слухам, распространенным в те времена. Мать Скобелева повезла миллион рублей денег в Болгарию с тем, чтобы продвинуть Скобелева на болгарский престол. Ему и до этого предлагали быть военным министром, но мать была женщиной амбициозной и хотела даже большего. И этот миллион был украден. Украден, причем, в таких обстоятельствах странных, тоже загадочных, но в чем-то ясных. Она была ограблена, убита ординарцем Скобелевым, узатисом, таким Алексеем Узатисом, черногорцем, который был Скобелевым на русско-турецкой войне. И тогда уже был заподознан в неблаговидных поступках. Вот на Золотом Арусе, которым Скобелев был награжден, как-то были украдены бриллианты. И следствие показало на Узатис. Но Скобелев закрыл на это глаза, не стал позорить офицера. Сказал, ладно, что было, то было. А кончилось тем, что вот этот Узатис Черногорец убил мать Скобелева. Причем это было вообще неизвестно. Это было ограбление такое? Ну, было ограбление. Причем она повезла с собой не миллион, а где-то 46 тысяч. Миллион был при ней где-то в другом месте. А в тот раз, когда она поехала на коляске, напал Узатис, было 46 тысяч. И Узатис, вот и спрашивается, почему он, зная, что у нее миллион, ограбил-то не миллион, а 46 тысяч взял и убил ее. Попытался скрыться. Но один из сопровождавших мать Скобелева, Болгарин, выжил, добежал до ближайшего селения, поднял людей, Узатис окружили, и он застрелился. Но денег не нашли. Ну, денег при ней не нашли, да. А миллион тоже пропал, так сказать. И Скобелев вообще, вот как-то, конечно, очень был в Средней Азии, в одном из своих походов, как раз вот в Хаканском, по-моему, походе, хотел поехать на похороны, но потом окружение его отговорило, и он согласился, что мать большая потеря, но как солдат он должен быть на своем месте, когда идет сражение. А матери он был очень высоким мнением, очень сожалел о ее этой поездке и о ее гибели. А потом пропал у него миллион уже здесь. Он продал облигации на миллион золотых рублей, огромные суммы по тем временам. Ну, не сам, а у него был Маслов, приказчик, да. И этот Маслов продав, сошел с ума. Скобелев говорит, я прихожу к нему, а он вает на меня из-под стола, ничего не может объяснить. Так что испарился и этот миллион. А этот миллион, видимо, планировался на какие-то политические действия внутри России. И Скобелев был дружен очень с Иваном Аксаковым, у того была своя программа, с графом Игнатием Николаем Павловичем, который был одно время тоже министром внутренних дел. И который, кстати, описал, что в Петербурге существует мощная группа лоббистская, которая захватила прессу, адвокатуру, либералов. Она действует не в интересах России, не в интересах монархии, а в своих интересах. И вот такая борьба вот этой либеральной бюрократии, и либералов, которые имели своих представителей на самом верху и спускались вниз до самой Крамолы, до самых революционеров, которые бросали и метали в царей бомбы, существовала. Это последний год жизни в Скобе вообще какой-то очень странный был. Вот в 50-й год мать, отец в том же году, отец умер, который еще не старый был. Потом вот эти пропали деньги, как будто чья-то невидимая рука, вот все время против него, все подготавливали. А потом и сам, и сам вдруг, да, в гостинице, предложили выпить шампанского какой-то незнакомый господин из соседнего номера за вашу здравие, за Попеда, да. И потом стало плохо в какое-то время, как будто к одно к одному все. И вообще так это странно как-то, в течение обстоятельства, в последний год его жизни. Любил Россию, ей служил, и служил бескорыстно, о чем мы говорили сегодня, не заработал себе никаких там бешеных капиталов, как некоторые там тоже военачальники позволяли себе в разные времена. И это тоже его сильно отличало, ну, благодаря семье, там, и каким-то сбережениям, и богатствам, в конце концов. Но тем не менее, то имя, которое он оставил после себя, оно непререкаемо. Это огромный авторитет, в том числе и военной науки, и в истории Отечества. Спасибо вам за столь содержательный разговор. Надеюсь, он не оставил вернодушину наших зрителей, с которыми мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. Спасибо вам большое.